МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутатов сократится. В Ярославской областной думе прошло последнее итоговое заседание. Купить елочку почти подбой курантов. В Ярославле открылся один из главных базаров. Новогодний, как из сказки. Причем не домик, а целая многоэтажка. Жители Пятой Углической объединились и подарили сказку. Возможности без границ. В столице Золотого кольца прошел спортивный фестиваль для особенных ребят. Здравствуйте. В эфире время новостей городского телеканала. В студии Екатерина Сусоева. Последнее слово рыбинскому маньяку сегодня предоставили в областном суде. Как сообщил после заседания гособвинитель Петр Федоренко, Виталий Молчанов просил не назначать ему пожизненное лишение свободы. По словам подсудимого, он не представляет опасности для общества. А преступления совершены из-за психического расстройства, а не умысла. Напомню, 42-летнего мужчину обвиняют в насилии и убийстве двух девочек в Рыбинске в сентябре 2020 года. За это время проведены три экспертизы на вменяемость преступника. Последняя доказала, что рыбинец находился в здравом уме. Отмечу приговор Виталию Молчанову, огласят и 28 декабря. Вводная и результивная части судебного заседания будут открытыми. Прокуратура запросила в качестве наказания для обвиняемого пожизненное лишение свободы. Застрявшие в Египте ярославцы вернулись домой. Напомню, городской телеканал рассказывал о 16 наших земляках, которые должны были приехать еще в прошлые выходные. Но возникли непредвиденные обстоятельства. Авиакомпания приостановила все свои вылеты из-за запрета использования воздушного пространства Иордании. Рейс отложили на шесть дней. В течение этого времени туристы продолжили проживать в своих номерах на тех же условиях. Все расходы взял на себя туроператор. Ярославцы вылетели вчера и сегодня успешно добрались до родного города. Среди них и семья шеф-редактора городского телеканала Яны Хромовой. Вывезли нас, как обещали, все вовремя, без задержек. Единственное, что путь домой оказался дольше. Вновь улетели через Анталию с посадкой с дозаправкой. Но в итоге все было прекрасно. Улетели с хорошим настроением. Сгорел моторный отсек и кабина. Сегодня на остановке Индустриальная загорелся пассажирский автобус номер 56. Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место и потушили огонь. Как сообщили городскому телеканалу в мэрии, на месте ЧП пострадавших нет. По предварительным данным, произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. Причины устанавливаются. В Рыбинске детское любопытство чуть не привело к трагедии. Маленькая девочка свалилась в открытый канализационный люк. Как написала мама ребенка в соцсетях, возвращаясь из школы, ее дочка заметила в снегу ямку и подошла посмотреть. Пересилить интерес инстинкт самосохранения не смог. Малышка провалилась в колодец и не могла выбраться самостоятельно. На помощь пришла проходящая мимо женщина. По этому инциденту следователи начали проверку, после которой будет принято процессуальное решение. «Мы получили коляску для Шуры, собрали ее и быстро поставили нашу гонщицу на болид», написал в соцсетях Игорь Айропетян, спаситель собачки, выброшенный хозяином с балкона. Ранее городской телеканал рассказывал об этом вопиющем случае человеческой жестокости. Драма разыгралась на глазах у случайных прохожих. По словам очевидцев, сначала из квартиры 32-го дома по проспекту Дзержинского доносились громкие крики и бранные слова. Затем в разгар скандала на балкон выскочил мужчина и с размаху бросил животное вниз. Дворняшка сильно пострадала, получила перелом позвоночника. История тронула души сотен ярославцев, а спас животное московский волонтер Игорь Айропетян. Шурочку, так назвали дворняшку, успешно прооперировали и отправили на реабилитацию в Калугу. И вот теперь она получила коляску, с помощью которой резво побежала. Снег и узкая стежка не стали для гонщицы преградой. Она пыталась за короткий срок времени насладиться полноценной прогулкой и улицей. А еще съесть весь снег на территории, написал Айропетян. Социальная поддержка, ремонт дорог, развитие экономики и туризма. В областном правительстве подвели итоги работы в 2022 году. Как отметил губернатор Михаил Евраев, в регионе растет заработная плата, увеличиваются объемы строительства жилья, утверждены стратегические планы развития по каждому из районов области. Объемы дорожного ремонта выросли в полтора раза. Привезено в порядок почти 500 километров транспортных артерий. К слову, общественный транспорт начал путь масштабной комплексной модернизации. Пилотным стал 176 маршрут. Кроме того, в этом году увеличено количество системообразующих предприятий области с 11 до 38. Это позволило компаниям получать государственную поддержку. В рамках социальной газификации построено более 141 километра газовых сетей до границ 4000 земельных участков. А также газифицировано более 1000 домовладений. А в числе наиболее ярких проектов уходящего года глава региона назвал «Наши дворы», по которому в области благоустроено более 300 территорий. Сократить региональный парламент. Такое решение сегодня приняли депутаты областной думы. Уже на выборах в следующем году кандидаты смогут претендовать на 46 мест в законодательном органе. Какие еще законопроекты прозвучали на последнем заседании областной думы – в сюжете Александра Захарова. Важные изменения в уставе области. Сокращается количество региональных парламентариев с 50 до 46. Увеличивается количество одномандатных округов, сокращаются списочные. Все поправки связаны с уменьшением числа избирателей в округах. Задача авторов законопроекта заключалась в том, чтобы отобразить те настроения в обществе, которые касаются деятельности депутата. Это уменьшение градуса политического накала в сторону решения конкретных проблем избирателей Ярославской области. Следующая избирательная кампания пройдет уже в соответствии с новым уставом области. Также сегодня депутаты занимались балансировкой областного бюджета уходящего года. Где-то нужно увеличить расходы, где-то уменьшить. Так, за счет поступивших федеральных средств повысят оплату труда медицинским работникам. Особое внимание и агропромышленному комплексу. Сегодня мы приняли изменения, которые позволяют перераспределить бюджетные средства. Это порядка 400 миллионов рублей, связанных с дотацией сельскому хозяйству. Это вопросы, связанные с увеличением еще на ряд мероприятий, которые уже осуществились, и их надо профинансировать. Также федеральный бюджет компенсирует средства на завершение строительства хирургического корпуса областной онкологической больницы. Ранее 230 миллионов рублей на закупку оборудования для учреждения планировалось взять из региональной казны. Кроме того, на другие статьи перенаправят деньги, которые предусматривались на оплату труда подрядчику, занимавшемуся озерной грифкой. Контракт с ним расторгнут. Еще одни изменения связаны с социальным кодексом. В частности, чтобы получать пособие на детей, нужно подать один раз справку в фонд пенсионного и социального страхования. Он же и будет проводить выплаты. Изменяются меры поддержки женщинам, вставших на учет на ранних сроках беременности. Теперь будет, если семья малоимущая, то будет выплачиваться 50, 75 и 100% от прожиточного уровня, что я считаю очень большим достижением. Приняли депутаты и закон о преимущественном праве трудоустройства на работу несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также предоставление для многодетных семей денежной выплаты вместо выделения земельных участков. Александр Захаров, Денис Кауров. Новости города. В Ярославле проводят усиленную расчистку ливневок от снега. Обильное количество осадков в совокупности с плюсовой температурой привели к образованию луж на улицах города. Специалисты перешли на круглосуточный режим работы и уже с ночи начали прочистку. К каждой территориальной администрации приписана своя бригада ремонта и обслуживания гидросистем. В целом около 20 рабочих из 6 машин спецтехники выехали на улицы сегодня. Работаем с гидродинамическими машинами, с кипятком, отогреваем ливневую канализацию. Но это было всегда, да, это не первый год такая практика у нас проходит. В центре Ярославля открылся один из главных елочных базаров. На площади труда с сегодняшнего дня можно приобрести сосну или ель самых разных размеров. Хвойные выращены на территорию Ярославской области. В городе на данный момент помимо центрального уже открыто еще 10 елочных базаров. В основном продажи идут в Двержинском и Заволжском районах. К слову, елочные ярмарки будут работать до 31 декабря включительно с 9 утра до 9 вечера. Самые пушистые специально выращивают для того, чтобы порадовать наших жителей города, чтобы дома был уют, тепло. И даже сейчас, находясь на улице, на этой ярмарке, мы чувствуем уже запах Нового года, запах елки, запах хвои. И у всех поднимается сразу же настроение. В Заволжском районе появился новогодний дом. Причем не частный, а целая многоэтажка. В преддверии главного зимнего праздника активные жители украсили не только собственные квартиры. И готовым результатом поделились с городским телеканалом. Наш корреспондент Владислав Старожук оценил. Хорошее новогоднее настроение у жителей дома на 5-й Яковлевской 17-Б гарантировано. И этого они не скрывают. Жильцы дружно украшают свой дом второй год подряд, тем самым создавая атмосферу праздника. Поднимает настроение. То есть, когда я первый раз увидела, я очень удивилась и порадовалась, что в нашем доме такие отличные соседи. Украшение подъездов и балконов в этом Ярославском доме еще не успело стать традицией, поскольку новостройка. Но все впереди. У дружных соседей в планах в следующем новом году уже декорировать каждый этаж. Вообще, украшаю я окна, украшаю дом, украшаю квартиру всегда. Это идет из детства. Это вот такое настроение мое новогоднее. Мне хочется добавить каких-то красок, какого-то тепла, уюта. Какие-то украшения покупали сами. Но большую часть композиций создавали своими руками. Из скани шили флажки, а снеговиков из картонных коробок обернули обоями, которые остались после ремонта. Снеговиков мы сами, подарки мне соседка помогала завернуть. То есть, подключили соседей. Идея вот по елке была. Ну, как-то, может, где-то подсмотрела, может, в интернете видела. Ну, в общем, запомнила, сделала. Это детский век. Делали всем в семье. То есть, что-то ребенок, что-то я. Но проект сам, ну, то есть, саму идею, это муж. Он сначала чертежи были. То есть, по чертежам мы делали эту проволоку. Обматывали все. Потом нитками. То есть, олень у нас из бечевки, а снеговик – это хлопок. От идеи до реализации, в общем, ушло две недели. За лучшие украшения на своем этаже жители голосуют в мессенджере в сообществе дома. До Нового года остается всего 8 дней. Этого вполне достаточно, чтобы нарядить елку или украсить дом. Создать праздничное настроение и отпраздновать новый 2023 год. Владислав Сторожук, Михаил Орлов. Новости города. В Волковском театре сыграли премьерный новогодний спектакль. Это мюзикл «Летучий корабль». Первый русский в сотрудничестве с Российским фондом культуры участвует в благотворительной культурно-образовательной программе «Чудо театра», доступная всем. Марина Смарагдова в числе первых ощутила праздничную атмосферу. Первый русский уже примерил на себя роль новогоднего волшебника. Весь театр превратился в корабль, на котором дети понесутся на парусах надежды и мечты в мир сказок. Первыми увидят новый новогодний спектакль воспитанницы детского приюта при Никола в Сольбинском женском монастыре. Дети из многодетных и малообеспеченных семей. Многие из них никогда не были в этом театре. Ученик кадетского класса Егор Егоров в числе новичков. Нахожусь здесь первый раз. Театр очень красивый, мне все понравилось. Весело, громко, интересно. Театр постарался, чтобы создать детям праздничное настроение. Чуть позже они узнают, что общались с героями сказки, которые увидят на сцене. А пока это игры, развлечения и бесконечная радость. Программа «Чудо театра», доступная всем, позволила этим детям прикоснуться к театру, узнать о профессиях, совершить экскурсии. Сегодня кульминация. За эти четыре дня более 500 учащихся детей, школьников посетили мероприятия, которые проводились в театре, приобщились к тайнам театра, к его чуду. Вообще, по поводу этого спектакля, должен сказать, что он посвящен мечте. Здесь же среди первых зрителей спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик. Программа «Чудо театра», доступная всем, реализуется также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эта программа включает в себя и бесплатные экскурсии, мастер-классы, разговоры о театре. Это путешествие вообще в мир театра, в мир его закулисье, в мир того волшебства, который заключает в себе сказка «Летучий корабль», которая вот ровно сейчас, она стоит, декорации стоят на сцене. Хоровод у новогодней елки – это непременный атрибут праздника. У волковцев всегда с фирменными игрушками и непременным заклинанием. «Летучий корабль» для нескольких поколений жителей нашей страны и ярославцы – не исключение. Любимый мультик. Спектакль на сцене первого русского «Тот да не тот». Это мюзикл, который был написан Максимом Дунаевским и Юрием Энтиным специально для театра. Поэтому песен будет больше. А еще артистизм волковцев, фантастические костюмы и бесконечные танцы. Словом, сказка. Марина Смарагдова, Евгений Симоненко, Новости города. Библейские мотивы, история празднования Рождества на Руси, его традиции и обычаи – эти сюжеты легли в основу выставки детского художественного конкурса «Чудо из чудес», которая сегодня открылась в Волковском театре. На ней представлены лучшие картины юных художников из 20 регионов России и Беларуси. Всего более 200 работ прислали творческие ребята в рамках Всероссийского фестиваля конкурса художественного творчества, который так и называется «Чудо из чудес». Его уже в шестой раз проводят на Ярославской земле. Выставку «Я как автор и идейный вдохновитель» я задумала 6 лет назад. Вот она 6 лет назад уже покоряет сердце не только взрослых, но и самих детей, потому что на протяжении 6 лет выставка растет, участники наши расширяют территорию из разных уголков нашей необъятной родины. Авторов лучших работ сегодня отметили на открытии выставки. По предложению Российской академии художеств, в конце января 2023 года их картины будут демонстрироваться в галерее искусств Зураба Церетелли в Москве. Подводя итоги года культурного наследия, надо отметить, что очень большое количество мероприятий было посвящено именно нашим русским традициям, обычаям. И все, что сегодня представлено на этой выставке, это еще раз подтверждает, насколько красиво, богата наша русская культура. Специальная военная операция на Украине, победа над коронавирусом и частичная мобилизация стали для россиян, в том числе и ярославцев, главными событиями уходящего года. Такой вывод сделали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения. И так, с заметным отрывом лидирует тема СВО. На втором месте долгожданная победа над ковидом, столько же набрала частичная мобилизация. Между тем, выяснилось, что большинство россиян планируют встречать Новый год дома, и лишь 10% собираются выбраться в гости или на дачу. А вот в рейтинге желаемых подарков на первом месте внимание близких людей, второй занимают деньги, а замыкают тройку билеты на концерт или ужин в ресторане. 14% опрошенных признались, что вообще не хотели бы получать подарок. О главном событии уходящего года для ярославцев поинтересовался и городской телеканал. В этом году у меня была свадьба. Мой муж перешел на новую должность, более высокооплачиваемую. Донбасс освободили. Освобождают. В этом году у меня родился третий внук. Для меня это большое, значимое событие. Получила диплом, закончила вуз. Наверное, это самое яркое событие. Событие в Украине очень плохое. Оно довольно очень... Ну, это о наболевшем, если говорить. О хорошем из армии пришел. Мне исполнилось 80 лет. В этот год я вышла на пенсию. Уже вот ушла. Хотя давно уже пенсионер. В хоре теперь пою. Это самое замечательное событие. Вот недавно пошло. Мне очень нравится. Самое значимое событие, когда внуки здоровые растут. И теперь к спортивной части выпуска. Подтягивания на турнике, отжимания, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель. Эти и другие упражнения сегодня выполняли воспитанники домов-интернатов Гаврилов-Яма, Рыбинска, Ярославля и Ярославского района. В столице Золотого кольца впервые прошел областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участниками которого стали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Родион Латышев увидел. Областной фестиваль ГТО «Без границ» собрал около 30 юных участников. Всего 7 команд. Возраст мальчишек и девчонок от 6 до 15 лет. Все они любят и уважают спорт. Поэтому и стремятся к новым достижениям. Мне 14 лет, я люблю заниматься спортом с первого класса, лыжами. Мне очень нравится это здание, потому что оно такое красивое, большое. Здесь очень хорошие люди и здесь очень круто. Сегодня мы будем делать отжимания, подтягивания с нашей командой из Михайловской школы-интернат. Организаторы фестиваля собрали команды в рекордные сроки, буквально за две недели. Как только стало известно о проведении соревнований, в домах-интернатах началась активная подготовка. Я готовлюсь к ним неделю. Я хочу себя испытать по полной программе и хочу посмотреть, на что я способен. Я настраиваю свою команду и себя на то, что у нас все получится, и мы будем друг друга поддерживать. Готовились соревнования в своем спортивном зале, проводили на уроках физкультуры. Эти упражнения, которые, тестирование, все их прорабатывали, и ребята смотрели, кто лучше выполняет тех, и взяли с собой все по-честному. Все нормы ГТО, которые сегодня сдавали подростки, специально адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одни упражнения упрощены, другие заменены альтернативными. К примеру, вместо стрельбы из лазерной винтовки ребята метали в цель теннисный мяч. Сегодня у нас фестиваль ГТО, ГТО без границ. Соответственно, мы таким образом показываем, что границ для внедрения комплекса ГТО, для его популяризации, для того, чтобы дети занимались массовой физкультурой, нет границ. То есть суть закладывалась вот в этом. По итогам фестиваля победителям вручили дипломы и кубки, а всем участникам сладкие новогодние подарки. Организаторы первого фестиваля, всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» тщательно проанализируют его результаты, учтут все плюсы и минусы. И уже в следующем году они планируют провести второй такой фестиваль. Родион Латышев, Евгений Симоненко, Новости города. Ярославская филармония открыла новогодний сезон, стартовав блестящим проектом «Опера Драйв». Четыре солистки музыкальных театров страны создали коллектив, который теперь знает вся Россия. Певицы гастролировали во многих городах от Дальнего Востока до Калининграда. В столице области вокалистки впервые. Марина Смарагдова познакомилась с дебютантками ярославской сцены. Коллектив «Опера Драйв» создан в 2021 году и работает в уникальном для России жанре классический кроссовер. Певицы-лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов. Программу из разряда «Нескучная классика» сами артистки называют «Мировой солянкой». Но надо заметить, с самого высокого качества. Что получится, если к шедеврам Верди добавить хиты Бернстайна, включить Лигара и Меркьюри? Получится искрометный предновогодний музыкальный фейерверк. Зал прекрасный. Мы когда приехали и вчера репетировали, девушки сказали, что может быть мы вообще без микрофона как-то будем петь. Потому что очень хорошо все летит. Вот смотрят портреты наших великих классиков на нас со стен. Тоже обязывают хорошо у нас звучать. Все нравится, все хорошо принимают. Три сопрано и меце-сопрано. Анастасия Ковалева, Анастасия Кубарь, Василиса Шаплыка и Кира Полякова покорили ярославцев. Старт новогодних концертов задал высокую планку. Программа очень насыщенная. Это будет новогодний концерт с хоровой капеллой Ярослави. Это будет новогодний концерт с ярославским симфоническим оркестром и главный новогодний концерт 31 декабря, где будет петь любимый ярославцами Эмиль Кадыров в сопровождении ансамбля солистов Ярославской филармонии. Так закончится 22-й, а 23-й начнется не менее красиво предрождественскими концертами. Это и сказки Шахерезада и времена года. Аудитория филармонии в предчувствии блестящих музыкальных впечатлений. Говорящая щука, теплая печь, увлекательные приключения Емели в мюзикле «По щучьему велению». Это для детей. А для публики постарше 26 декабря филармоническая хоровая капелла Ярослави представит новогодний хит-коктейль. Это Битлз, но это не Битлз. Трибют-шоу из Москвы «The Beat Love» 27 декабря в Ярославле программа «Три эпохи Битлз». 5 января ансамбль «Инверса» покажет виртуозное исполнение шедевров мировой музыки на русских народных инструментах. 8 января для ярославцев духовное песнопение. К нам приедет праздничный хор Данилова монастыря. Концерт «Зачарованная Русь» завершит праздничный музыкальный марафон. Марина Смарагдова, Денис Кауров, Новости города. Теперь к погоде. Жители Удмуртии предупредили об усилении ветра. В Ленинградской области ожидается мокрый снег, в то время как в Курганскую область вернется плюсовая температура. В Калининграде облачные без осадков, в Оренбурге слабый ветер. Что с погодей в Ярославле, в эфир новостей с ответом выходит моя коллега Ольга Муравьева. О погоде на субботу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. ТРК «Ярославский вернисаж» и городской телеканал приглашают на бесплатную новогоднюю елку с подарками. Только 24 декабря в 12.00. Ждем вас с вернисажа. Подробности на сайте ярвернисаж.ру По прогнозам синоптиков, температура будет держаться выше нулевой отметки. Возможно, осадки в виде дождя. Подробнее через несколько секунд. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33-8191. Ночью в субботу в Ярославле облачно, небольшие осадки. Температура минус 3 градуса. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Штутка на столба. В поисках подарка можно обойти весь Ярославль. А можно просто зайти в магазин «Мода» на Советской 64. «Мода» – подарки для любимых. В днем в субботу в Ярославле облачно, дождь, температура плюс 3 градуса. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 745 миллиметров штутного столба. Открытые продажи квартир за Волгой. В новом жилом доме «Единство». Действуют стартовые цены от застройщика. «Светлояр» 2888 по 0. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на городском телеканале. Сейчас в эфире художественные фильмы «Мы купили зоопарк». Одинокий отец двоих детей увольняется со стабильной работы и покупает заброшенный зоопарк, в котором помимо 47 видов различных животных имеются еще и сотрудники. Приятного просмотра. А я напоминаю, новости городского телеканала также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. Сообщайте новости и в нашу редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. Хорошего вечера и выходных. До встречи в эфире.